Завтра Всемирный день бездомных животных. Вспоминать о бескровных четвероногих каждую третью субботу августа стали в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Эта дата не праздник, а лишь повод напомнить людям о существующей проблеме. Важную тему подняли сегодня и мурманские общественники на встрече со школьниками. Накануне Всемирного дня бездомных животных школьникам из детских лагерей рассказывают о правах и обязанностях граждан, заводящих питомцев. Экспертом выступил председатель общественного совета при УМВД. Речь шла в основном о собаках. Например, какие породы хвостатых строго запрещено выгуливать подросткам и какие типы бойцовых псов нельзя выпускать без намордника. Мы пытаемся объяснить именно в таком раннем возрасте, что вопрос сострадания, он совместим с правовыми знаниями. И когда это все вместе становится, то получается нормальный хороший гражданин. Ну, я думаю, и все члены нашего общественного совета тоже это поддерживают. Потому что воспитывать нормального и хорошего просто гражданина, просто человека надо в раннем возрасте и на конкретном примере. В роли проводников «Мир животных» выступили питомцы, членов общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека». В октябре общественники планируют отметить свое пятилетие и за это время они пристроили порядка 6 тысяч котов и собак на территории всей Мурманской области. Молонтеры трудятся без выходных, ведь помощь четвероногим, оказавшимся на улице, может понадобиться в любое время суток. С точки зрения, может быть, психологии, ребенок, который проживает в семье с животными, он более хорошо развит. То есть он, например, у каких-то, может быть, умственных способностей у него развивается намного быстрее. Он, наверное, больше тянется к прекрасному, ценит живое существо. То есть я считаю, что это, в принципе, полезно для семьи, для, наверное, восприятия действительности. Общественники нуждаются в помощи неравнодушных людей. Очередная благотворительная акция состоится в следующую субботу, 27 августа, в сквере у памятника жертвам интервенции. Волонтеры и общественники ждут от мурманчан необходимые фонду подарки, сухие влажные карма, наполнители для кошачьих туалетов, переноски, лакомства, игрушки, витамины, медикаменты и многое другое.